Сегодня утром на улице машиностроителей под стенами 24-го дома, что на Уралмаше, приключилась локальная русско-японская войнушка между Грантой и Лексусом. В итоге для отечественного болида все встало с ног на голову. Декорация такая. По машиностроителей в сторону Донбассской по среднему ряду катилась белая Лада Гранта 2020 года выпуска. Под стенами пятиэтажки за номером 24 была запаркована фура в правом ряду, а за ней стоял белый японский дорогой бездорожник породы Лексус, выпускаемый на премиальном конвейере Тойоты. Пилот Лексуса начал выезжать из-за фуры в средний ряд. В свет мой зеркальце заднего вида, вероятно, не подсмотрел. В противном случае он бы непременно увидел, что сзади по среднему ряду несется белая Гранта. Но он ее не увидел. И Гранта вот попытался увернуться влево от попутного удара, но расстояния до внезапного Лексуса не хватило. И Гранта правым передним углом ткнулась в задний левый угол епошки. Ну, в общем, углы-то она сгладила, но в результате стычки исполнила каскадерский трюк «уши». Вообще на ровном месте. Да не только на ровном, а и прямом, сухом, ярко освещенном месте. Очевидно, что виноват пилот Лексуса, по факту подрезавший Гранту. А пострадал, по предварительным данным, невиновный Грантовод. О тяжести его увечий не сообщается. Продолжение следует...